Все, с чем мы столкнулись, собирая предыдущие два болида, мы не хотим переносить сюда те ошибки, и поэтому было принято решение собирать ее исключительно правильно. Ну, во-первых, она будет на кулачковой коробке, на 2JZ, 35-ом GTX, на подвеске от компании Weisswap, на задней подвеске полностью регулируемая, в отличие от Жениной, полностью подвеска будет регулируемая, и верхние рычаги, и нижние, в Женином случае это только нижние рычаги регулируются. Ну и, собственно, наверное, основной момент – это мотор, то есть там будет ковка, форсунки, валы, пружинки, тарелки. Ну, постарались учесть все до мелочей, дабы с мотора снять, ну, в районе места силы. На Евгении машины там мотор стоит на подрамнике. В случае демонтажа двигателя приходится откручивать подрамник, подушки от него. Ну, есть некоторые неудобства, ну, и вообще просто, если снять подвеску, приходится вывешивать как-то под капотом двигатель, если не планируется его снимать, возникают, ну, некоторые неудобства, сложности. А при таком раскладе, ну, при такой конфигурации крепления мотора, мы можем себе позволить просто на донкратах открутить переднюю подвеску полностью вместе со всеми рычагами, вплоть до того, что даже с колесами и рулевой рейкой вытащить ее из-под машины, а мотор останется на месте, при этом даже заводными. Тормоза у нее модные будут сзади, K-Sport двухконтурные. В одном суппорте собрано два компонента, и ручник, и основной тормоз. Ну, во-первых, это удобство установки гидроручника, не надо резать основную магистраль тормозную, она остается, ну, грубо говоря, заводской. А туда просто заводится отдельная трубка от гидравлического ручного тормоза из салона, у него свой бачок будет. Ну, и учесть тот факт, что тормозная машинка K-Sport она очень большая, и тормозное усилие очень хорошее, поэтому мне придется с большим усилием тянуть ручник на себя, дабы заблокировать заднюю осень. Ну да, он колеса заблокировали. По феншую мы ее собираем. В ней будет установлена система пожаротушения, будет установлен огнетушитель стационарно, к нему будет подключена система трубок, сообщающихся по всему автомобилю, особенно в местах, где, ну, пожароопасно. Да, и в данной машине будет установлена система пневматического подъема, как на Супри у Тутсуя Хибина. Это позволяет быстро на треке без помощи донкратов поднимать машину для быстрой замены колес. А поскольку машина будет достаточно мощная, колеса на ней изнашиваются достаточно быстро. Аспект, наверное, немаловажный. Эту машину мы будем собирать на весах, дабы теперь, ну, понимать, как мы распределяем вес по машине. Ну, собственно, сейчас мы продолжим собирать ее не нужно и переместимся из-под капотной части в тоннель для трансмиссии. Нам нужно освободить пространство, нам производители коробки уже сообщили примерные ее размеры. Вот, поэтому мы примерно представляем, сколько нам понадобится места. Ну, для этого тоннель сильно не придется расширять. Практически останется стоковым. Незначительно в некоторых местах придется его увеличить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, хватит. Надо ехать, домой надо ехать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...